Друзья, всем привет. Тем, кто впервые на этом YouTube-канале, обязательно нажмите подписаться. В прошлую пятницу президент Зеленский торжественно заявил о том, что Украина по ускоренной процедуре подает заявку на членство в НАТО. Все выходные об этом ТВ-марафон говорил, какой Зеленский молодец, какая сильная рука, наконец-то это сделал. Но он преследовал исключительно одну цель. Это собственный пиар, для того, чтобы о нем снова говорили и какой-то придумать очередной инфоповод. Потому что он продолжает заниматься враньем. Сейчас я вам объясню почему. Потому что статус по ускоренной процедуре может предоставлять исключительно НАТО. А Зеленский это сделал на свое усмотрение. И для наших западных партнеров, для НАТО это было сюрпризом. Они об этом узнали из новостей. Более того, в западных медиа они заявили о том, что для них это была несогласованная позиция. Со стороны украинских властей не было предварительных консультаций с генсеком НАТО и с ключевыми членами НАТО, о чем свидетельствует упоминание в западных медиа. Есть такое выражение, когда клоун заходит в замок, он не становится королем, а замок становится цирком. Именно это сейчас Зеленский делает с воюющей страной в глазах украинцев и всего цивилизованного мира. Он просто-напросто нас подставляет. Что вы думали дальше происходило? Вышел представитель офиса лжи Михаил Подоляк и решил торжественно тот же день заявить, как только стало известно, что в западных медиа начинает просачиваться информация, что никаких консультаций не было. Он вышел и заявил, что такие консультации были, предварительно обсуждались с некоторыми членами Альянса. После чего американские дипломаты в НАТО, простите за выражение, охуели с такой подачи от Банковой и подалеку пришлось выйти с новым заявлением. Это даже не просто заявление было, это уже фактически явка с повинной. Так вот Подоляк заявил о том, что консультации только начинаются с сегодняшнего дня. Получается, что все, что они до этого говорили про ускоренную процедуру, про то, что велись переговоры с союзниками, это оказалось просто пиздежом. Простите за выражение, но я другого слова не могу подобрать. Офис президента снова подставил всех украинцев. Вы прекрасно понимаете, что никто из членов НАТО не хочет у себя видеть лживого партнера. А лживый партнер это офис президента, потому что только они делают такие заявления и никто больше. Они просто-напросто нас подставляют. Я не исключаю, что тот день мы могли еще на шаг отдалиться от НАТО из-за действий Зеленского и его команды. Спустя какое-то время я на ТВ-марафоне увидел казус, просто феноменальный казус на тему НАТО. Так вот, в этот единый марафон включили представителя Атлантической Ради, господина Юрия Романюка, который по полочкам просто разложил и размазал этот ТВ-марафон. Посмотрите, что из этого получилось. С подиванкой для наших партнеров, потому что, зокрема, политика писала, что для администрации Байдена это так точно стало не с подиванкой. На ваш погляд, чи действительно могла украинская сторона сделать такую заяву без попередних погоджений и консультаций? Однозначно, і це найсумніша подія, яку вчинили деякі чиновники, не порадившись. Но мы все з вами знали за декілька днів, за три, за четыре, за пять днів до анексії наших четырех областей, що Росія буде це робити, тому що вона призначає засідання в федеральних зборах, великі послання по ИВА своему народові, і ми знали, що це буде там розглядатися в тому числі. Но невже не було достатньо трех-четырих днів, щоб подзвонити нашим самим головним партнером, генеральному секретарю НАТО Єнсу Стоптенбергу, президенту Байдену або держсекретарю Блінкену, щоб сказати, порадитись, давайте порадимося, як ми відреагуємо на цю анексію. Що ви нам порадите? Чи можем ми подати, наприклад, заявку? Я перепрошу, зразу просто хочу уточнити, що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявляє про те, що були попередні консультації і домовленості. Ви розумієте, що їх не було? І це всі знають. Його улочили в брехні. Навіщо берегати нації і всього демократичного суспільства? Якщо ти хочеш вступати НАТО, ти маєш відповідати критеріям вступу в НАТО. Якщо ти хочеш вступати в ЄС, ти маєш відповідати критеріям ЄС. Но це, по-перше, чесне відношення до своїх партнерів, до своєї власної нації. Якщо ти починаєш публічно берегати, то ти особисто не відповідаєш. Пиши заяву, йди в відставку. Не позорив державу, не ганьби. Такі радикальні у вас заклики. Сказати, Україні потрібно виконати своє домашнє завдання, яке вона не дуже хоче виконувати останні сім років, як мінімум. Нам потрібно реформувати СБУ, нам потрібно демократизувати суспільство. Там є дуже багато факторів, які повністю збігаються з тими копенгагенськими критеріями щодо відповідності вступу ЄС, такі самі і стосуються критеріїв НАТО. Це враховенство права, реформа судової системи, САП, прокуратури, демократія, свобода слова, свобода відповідання. Я уверен, що ТВ-марафон більше Юрия Романюка не включит, тому що, видите ли, він не лил мєд в уши зрителям, як це требує Офіс президента України. Ви должны понимати, що требування НАТО к Україні осталися ровно такими же, як і до начала войны. Нічого не змінилося. У нас такий же очень высокий уровень коррупції, у нас не проведена судебна реформа. Посмотрите свою исторію з правоохранительними органами, какой уровень коррупції там. У нас по-прежнему действує телефонне право. У нас смотрящий от Офіса президента господин Татаров полностью контролює все суды. А давайте теперь по пунктам разберем, почему же НАТО нас не возьмет к себе. Первым пунктом это губернаторы Зеленского, которые ворують гуманитарку, которую нам дають наши союзники. Второе. Представьте, как они опасаются давать нам протоколы доступа к секретным разработкам, потому что они знают, что страной управляет агент ФСБ Ермак. Реально, по факту, управляет агент ФСБ. Конечно, они не захотят нам давать никакие секретные материалы, потому что они не знают, что он это сольет в руки Лукашенко или в руки Путину. Как это была история со спецоперацией по вагнеровцам. А сейчас он фотографируется с азовцами для того, чтобы показать свою проукраинскую позицию. Но каждый украинец знает о том, что Ермак это агент Кремля. А теперь представьте, какое количество таких, как Ковалевых, депутат, который переметнулся на сторону Путина, таких, как Наумов, который сливал секретные материалы ФСБ, который сбежал и сейчас сидит в тюрьме в Сербии. Таких людей еще полно. Мы не очистились от прямых агентов Кремля. Поэтому так заявлять о том, что уже принимать и нас надо, мы не сделали элементарное домашнее задание. Мы не очистили себя от прямых агентов Кремля. У Зеленского заявляют, что Украина может вступить в НАТО по ускоренной процедуре, как Финляндия и Швеция. Это настолько конченное заявление в своей сути, потому что, во-первых, здесь, внутри нашей страны, Зеленский занимается прямым пиздежом, а в глазах западного мира мы выглядим просто как идиоты из-за таких заявлений. Я сейчас вам объясню. Так вот, что Швеция, что Финляндия является эталоном демократической страны. Пример подражания для других стран. Есть индекс восприятия коррупции, который составляет Transparency International. Так вот, Финляндия в этом индексе на первом месте. На первом. Швеция на четвертом месте. Вы спросите, на каком же месте Украина из 180 стран? Украина на 122 месте. На 122. А в 2018 году Украина была на 120 месте. С приходом Зеленского мы утратили еще два пункта. Поэтому, когда представители Офиса Президента выходят, делают такие заявления, они внутри страны занимаются манипуляцией. Они не говорят, что кроется за этим, почему Финляндия и Швеция так быстро могли вступить в НАТО. Потому что они пример подражания для других стран. А то, что занимается Зеленский, он еще раз нас подставляет. Я бы хотел напомнить слова Джо Байдена. Сказано им на саммите НАТО 15 июня 2021 года о причинах невозможности ускоренного принятия Украины в Альянс. В соответствии к критериям, вот в чем дело. Во-первых, надо избавиться от коррупции. Соответствует другим требованиям выполнять план действий. Мы пока ничего из этого не сделали. Кроме сильной армии, мы не найдем пункт по всем остальным параметрам, не сдвинуясь. Более того, мы еще больше ухудшили нашу ситуацию. Потому что такие, как Ермак и Татаров, пытаются систематически уничтожать те антикоррупционные органы, которые у нас есть. Потому что они мешают ему грабить. А недавно кейс судьей Верховного Суда с Богданом Львовым, где его коллеги не смогли отстранить его от занимаемой должности. Когда служба безопасности Украины предоставила факты, что у него есть российский паспорт. Но куда больше вызывает вопрос, что Зеленский 10 дней уже знает об этом и не предпринимает никаких решений. Заметьте, как он защищает своих. Он защищает своих, у других он забирает паспорта, а те, кто свои, он их полностью защищает, они его устраивают. Но заметьте, 10 лет служба безопасности Украины не замечала у него двойное гражданство. Если бы не журналисты, они бы и дальше этого не замечали. А теперь представьте, какое количество судей имеет тоже двойное гражданство с Российской Федерацией. Огромное количество службы безопасности ничего это не делает, потому что нет воли власти расправляться с двойными агентами или с людьми, которые сидят у нас в судах и имеют русский паспорт. Это позиция офиса президента Украины, потому что им нужны вот такие управляемые крысы, которые там сидят. Ну раз мы поговорили о крысах, давайте поговорим о главной крысе нашей страны. Это господин Ермак, конечно же. Так вот, конгресс-мумен Виктория Спарц написала твит. «Де-факто президент Украины Андрей Ермак распространяет пропаганду в своих кремлевских средствах массовой информации о моем голосовании против безрассудного законопроекта на 600 миллиардов долларов, включая 12 миллиардов долларов для Украины. Я хотел бы дать совет правительству Украины не вмешиваться в партийную политику США, республиканцы будут у власти в следующем конгрессе». Речь идет о том, как Андрей Ермак заказывает чернуху на Викторию Спарц. Это все произошло после того, как Виктория Спарц публично обратилась к Байдену, говоря о том, что у Ермака, который де-факто управляет нашей страной, есть связи с ФСБ. И нужно с этим что-то делать. Отдельно она напомнила про Татарова, который пытается уничтожить антикоррупционные органы. И, конечно же, власть наша, офис президента, сначала выпустила своих собак в стиле Милованова, а потом не придумала ничего лучше, как заказывать отдельные статьи, в которых сравнивают Викторию Спарц с агентом Кремля и с другими людьми, представляющие интересы Российской Федерации. Это та самая конгрессвумен Спарц, у которой есть украинские корни. Более того, когда Байден подписывал ленд-лист для Украины, он подарил ручку, которую подписал именно Виктория Спарц. Это был символический подарок, потому что она была ключевым лоббистом интересов Украины в Америке. Что делать после этого Банковая? Она набрасывается на нее, пытаясь объяснить ее партийную принадлежность, что она от республиканцев. Поэтому начинает придумывать какие-то тексты размещать. Но одно дело, когда шавки банковые набрасываются на оппонентов внутри страны, это выглядит, откровенно говоря, отвратительно. Но другое дело, когда они это делают с западными политиками, это становится для нашей страны уже опасно. А все началось с того, когда она попросила разработать механизм отчетности за предоставленной Украине помощью. Так вот, чтобы она еще не разворовалась по дороге, как это был пример с губернатором Запорожской области, который, кстати, ни один человек там не уволен после скандала о таких многочисленных кражах гуманитарки. Ни один человек не уволен. Они все продолжают заниматься тем же, чем и занимались. Так вот, после того, как она предложила разработать механизмы контроля и хотела встретиться с Ермаком и президентом, они даже не пошевелили ногой. Они полностью ее проигнорировали. И вот я смотрю на твитт Илона Маска, который является другом Трампа, он поддерживает республиканскую партию, который написал просто подобную чушь. И как я понимаю, что именно Виктория Спарц в этот момент могла позвонить ему и правильно объяснить, что здесь происходит. Но из-за того, что именно Банковая начала с ней воевать, ей просто не хочется помогать власти. Именно из-за того, что Ермак начал на нее размещать подобную чернуху. Именно она могла правильно дать объяснение Маску, что что здесь происходит, что Крым это не какая-то хуевая ошибка Хрущева, что это на самом деле территория Украины. Это часть, неотъемлемая часть нашей страны. О том, что нельзя проводить никакие референдумы под дулом автоматов. Их и в принципе там не может быть, потому что это территория Украины. Она могла бы это все объяснить ему. Но из-за того, что власть Зеленского и Ермака начинает бороться со всеми, кто их не устраивает, конечно, мы все больше и больше теряем подобную поддержку. А диктатура Зеленского и Ермака в конечном итоге может стать очень плачебной для нашей страны. Давайте честно, когда ты со всей душой, со всей трепетом относишься к стране, в которой у тебя есть корни, а потом кто-то наплевательски относится ко всем твоим действиям, более того, просто разгрызает руку, которая тебя кормит, то послушайте, конечно, мы получаем вот такие действия. Когда к маску подкрадываются какие-то пророссийские политики, дают ему свои нарративы, а он по своей глупости берет об этом и пишет, а рядом не оказалось того политика, который мог бы ему правильно рассказать ситуацию в стране. Это все из-за международной политики Зеленского и Ермака, потому что они продолжают ссориться со всеми на международной арене. Элементарно на будущих выборах Конгрессе республиканцы могут получить большинство. Что тогда Ермак будет делать? Он со всеми ссорится, куда бы он ни ехал. При этом Зеленский позволяет ему кататься по всему миру со своей рожей, будто он вице-президент нашей страны. Он просто канцеляр скрепочки, бумажки, принтер заправить, водичку в кулер принести. Вот задачи Ермака. И все. А если ты хочешь быть кем-то другим, то пусть Зеленский тебя подает в Верховную Раду и за тебя голосуют, как за премьер-министра или кого-то еще. Пока ты сраный канцеляр. Точка. Но при этом Зеленский позоря нас позволяет ему кататься по всему миру для того, чтобы он показывал свою сраную важность. Например, Илон Маск выделил уже на помощь Украине на Starlink 3,2 миллиарда гривен. Но в итоге из-за действия или бездействия власти его мышление превращается просто в мышление ватника. Но это все заслуга международной политики Зеленского. Вместо того, чтобы собирать коалицию вокруг интересов нашей страны, они заняты тем, что со всеми срутся, либо пытаются собрать коалицию вокруг великого Зеленского. Они должны запомнить одну фундаментальную вещь. Есть интересы страны и точка. И любые действия должны совершаться вокруг интересов нашей страны, вокруг идеи и интересов. Нам деньги выделяют любой финансовую помощь выделяют власти деньги. Для того, чтобы эта власть уже в интересах украинцев правильно их распределяла. Но когда западные партнеры видят, что эти деньги неправильно распределяются, простите за выражение, их просто пиздят, в какой-то момент они могут перестать это делать. Они реально в какой-то момент могут перестать это делать. Наших партнеров станет все меньше. Людей, чей голос важен для украинцев, политиков американских тоже станет меньше. Из-за действий Ермака и Зеленского, что они просто с ними срутся, унижают, чернуху заказывают. В конечном итоге мы просто упремся в какую-то стенку и будем пытаться уже на весь мир орать помогите, помогите нам. Из-за просто бестолковых действий двух профанов. Я когда-то вам говорил о том, что для нас очень опасно, что агент Кремля Ермак ведет свою собственную политику, в которой он специально ссорится с американскими партнерами. Он систематически саботировал конкурс на САП, пытается уничтожить национальное антикоррупционное бюро. вы должны понимать, что в какой-то момент западный мир просто устанет от таких действий нашей власти и скажет слушайте, подписывайте хоть какой-то мирный документ, мы от вас устали, устали выделять на это деньги. Такое, к сожалению, может произойти. При этом есть ключевые моменты, которые важны для западного мира. Это верховенство права, свобода слова, демократия. Это те базовые ценности, которые ассоциируют любую страну с западными ценностями. При этом все эти пункты у нас, к сожалению, просто демонтируются. Поэтому для нас принципиально важно создать и сохранить вот эти институции. Это те вещи, за которые мы с вами должны бороться. И потому что именно они будут нас ассоциировать с западным миром, а не просто какие-то бутафорные выражения, которые Зеленский выходит и говорит мы подаем по ускоренной процедуре. Это нас не приближает к западному миру. Верховенство права, демократия, свобода слова. Вот эти вещи будут нас ассоциировать с западным миром. И Зеленский пока ни на шаг к этому не приблизился. Вместо этого вспомните как он выходит рассказывает про великую бурную борьбу с российскими активами. А на деле он помогает умножаться российским активам за счет государственного бюджета. Сейчас я вам расскажу как это он делает. Так исследования аналитиков центра R&D ЮКонтр проработавших данные по госзакупкам с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину определили что более 190 компаний выиграли тендеры на сумму 985 миллионов гривен. Так вот эти все компании имеют связь с Российской Федерацией и Беларусью. Почти 1 миллиард гривен ушло компаниям которые имеют связь с Беларусью и Российской Федерации. Но это еще не все. За время полномасштабного вторжения нам удалось пополнить бюджет Российской Федерации на несколько миллиардов долларов. Вот вам пример. В апреле президент Зеленский после встречи с президентом Европейского Совета Шарля Мишелем заявил следующее. Мы призываем ЕС к полному энергетическому эмбарго по нефти и газу. Но в то же время Украина сама способствовала прокачке российской нефти в восточноевропейские страны, такие как Словакия и Венгрия. Посмотрите на документ моего коллеги по парламенту Владимира Арьева. Он получил ответ от таможенной службы. В нем четко говорится количество нефти, газа и аммиака, прошедших по трубоповодам Украины после прямого вторжения России. Итак, Роснефть и Лукойл прокачали более 5 миллионов тонн нефти, Газпром более 10 миллиардов кубометров газа. Если взять лондонские биржевые котировки, то эта сумма примерно в 4 миллиарда долларов. 4 миллиарда долларов мы пополнили бюджет Российской Федерации. А знаете сколько это? Это примерно половина бюджета вооруженных сил Украины. Или за эту сумму можно 6 крейсеров Москва сделать. Вот так мы помогли агрессору своими действиями. Ну и наконец компания Лукойл и Роснефть находятся под санкциями США. А Роснефть еще под санкциями Европейского Союза. Но это не помешало руководству нашей страны помогать им прокачивать нефть. А знаете что их остановило, когда они в августе вышли с этим заявлением? Их не остановила моральная часть этого вопроса. россияне просто не заплатили за прокачку нефти. Просто не заплатили. И поэтому наша власть решила, что больше мы этого делать не будем. А до этого все устраивало. В прошлую пятницу президент Зеленский в своем вечернем обращении сказал, что Украина переняла инициативу в войне и мы достигли ощутимых результатов. В частности мы освободили Ямполь Элеман. Он отдельно поблагодарил 214-й отдельный стрелковый батальон, силы специальных операций и 103-ю отдельную бригаду террообороны за освобождение Ямполя. Владимир Зеленский ни слова не сказал про полк Сафари, которые первые заходили в Ямполь и освободили его. Первые. Там были ранены и там были убиты. Ни слова про них не сказал. Я всех этих ребят лично знал. Мистер Ямпиль. 29 числа мы заходили, сегодня 30 число 7-го ранку дали витязь врагу, держимся, полк сафари рулить. сафари 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 30 число Зеленский умышленно не упоминал полк Савари, потому что в его закомплексованной голове он ассоциируется со мной. Но эти ребята каждый день рискуют своей жизнью. Они рискуют своей жизнью ради нашей страны. И можно было бы элементарное уважение сделать, упомянуть их и поблагодарить за ту работу, которую они сделали в Ямполе. Эта несправедливость еще в пятницу вызвала разочарование у бойцов полка Савари. Потому что на самом деле они сделали героический подвиг, когда первые заходили в Ямполь, освобождая его. Но, к сожалению, для Зеленского это не первый раз. Он ранее предпочитал не вспоминать такие подразделения, как ДУК или Карпатская Сич. Например, в августе месяце командир взвода Днепропетровской 128-й бригады ТРО Денисенко сделал публичное заявление, что его легко вооруженная бригада без должного вооружения и обеспечения по указанию Банковой была расформирована и разбросана по разным областям и направлениям под минометные танковые авиационные обстрелы русскими. Тогда бойцы этого подразделения заявили, что это все было сделано именно по политическим соображениям. Или вот то, что какому-то паранойку неадеквату из офиса президента Украины показалось, что наша бригада днепровского формирования, которую нужно было порвать со стервенением расшистов, запихнуть в глубокие задницы войны, отмечает Денисенко. Отдельно мы эту тему же поднимали с генералом Кривоносом, когда он тоже рассказывал подобные случаи. Люди не нужны владе. И влада используется не только, например, пазово, что такие добровольные формирования или подразделения, где есть добровольцы с таким чудовым досвидом из собственной точки зрения, что кидаются на больше места, и чем больше этих людей загинать, тем простее потом будет влада, что керувати народом. Потому что они уже сприймают властный народ просто, как, знаете, как своих, если не слух, не они уже слухи, а уже поменялись с местами. Они рассчитывают, что они, если закрили нам безусловно полностью все засоби, то все часом, через месяц, через два, начнут свято верить в ту лапшу, лапшину, которую нам на вухо. Тому питание по Азову абсолютно с вами подогоджую. Это целескремована работа щодо знищения наибольшь подготовленных и наибольшь мотивованих людей щодо захисту власной страны. Так само и стосуется и других добровольчиков подразделений. И это, есть такая операция, можливая, так, яка подкреслюет, что влада все-таки четко розумеет загрозу и опрацованные певные шляхи по вырешению этой загрозы. В то время как Банкова кидает некоторых героев, в откровенно говоря, майсорубку, о своих обращениях и вовсе никого не вспоминают, есть отдельный тик-ток батальон Зеленского, с такими как Кашевой, которые катаются по Европе, получают награды. Или тот же друг Владимира Зеленского Потап, который получил звание народного артиста Украины. Так вот в своем интервью он заявил, что он вступил в терраборону, находясь в Испании, куда он выехал с момента начала полномасштабного вторжения. Он просто позвонил своему отцу и сказал, запиши меня в терраборону. Но потом посчитал, что он дальше будет кататься по Европе, от этого больше толку. Как они, сука, обесценивают шаг каждого украинца, который решил вступить в терраборону, в вооруженные силы Украины или в другие подразделения. Потом после войны такие черти повылазят, получат УБД и будут хвастаться, как они побеждали в этой войне. Отдельно под конец хочу показать вам то, во что превратился ТВ-марафон. Помимо того, чем он являлся по сути, теперь он этим же и является по форме. Опа-на!